Парашютист Парашютист Выборы президентов, ученических советов максимально приближены к модели реального голосования. Начинается все, как и во взрослой жизни, с предвыборной кампании кандидатов, а это встречи с избирателями, презентация программы и дебаты. Избираться и голосовать могут ученики, начиная с пятого класса. Я жду от президента справедливого руководства, правильной постановки действий, наверное, чтобы школу сделать более активной. В течение месяца после выборов сформируют ученические советы. Ученическое самоуправление – это связующее звено между школьниками и администрацией учебного заведения. А избранные лидеры представляют интересы ребят и воплощают все пункты своей избирательной программы в жизнь. На Кубани открылся сезон ярмарок выходного дня. Эта традиционная форма торговли пользуется высоким спросом у жителей. На ярмарках представлен широкий ассортимент продукции высокого качества и по приемлемым ценам. Ее стоимость на 10-15% ниже, чем на рынках и в торговых сетях края. Теперь каждую субботу с 8 часов утра и жители Северского района в Станице Северской и поселке Афибский могут приобрести на ярмарках выходного дня фрукты, овощи, рыбу, мед, колбасные и молочные изделия. Как уточняют в Краевом департаменте, свою продукцию напрямую реализуют представители крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств и индивидуальные предприниматели. Конкурс фестиваля волонтеров в наше время прошел в летнем кинотеатре Станицы Северской. Мероприятие посвящено празднованию Года добровольца волонтера в России и 75-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. На одной сцене встретились представители отрядов из 8 образовательных учреждений нашего района. Организаторами фестиваля выступили Управление образования и Центр развития творчества детей и юношества. Мероприятие проходило в два этапа – визитная карточка отряда и конкурс плакатов на тему волонтерства. Участники фестиваля продемонстрировали свой артистический талант и понимание проблем, стоящих перед современным человеком. По результатам конкурса победа досталась отряду школы номер 6. Быть настоящим волонтером не на словах о надежде – задача непростая. Главное, чтобы желание помочь другому у этих молодых людей стало одним из принципов жизни. Праздник Казарства, а это спартакиада дошкольников Северского района, прошла в минувшие выходные на стадионе Олим. Спартакиада для дошколят в муниципалитете проводилась впервые. В лучах ласкового солнышка команда малышей от 5 до 7 лет вышли на зеленую траву. Все в красивой форме с эмблемами. 18 команд из дошколят и их родителей выстроились под бурные аплодисменты зрителей на поле стадиона. Поздравила ребят с открытием спартакиады начальник районного управления образования «Любовь» Масько. Команды подготовились к спартакиаде ответственно. Имели единую атрибутику, форму, у каждого учреждения свой баннер, название и девиз. Это мы спортивные, подвижные, активные. Мы дружные и верные. Простем всегда, мы первые. Соревновались малыши вместе с родителями в таких видах эстафеты, как челночный бег, метание мяча, эстафеты с палкой и очень забавный хоккей с мячом. Отлично поддерживали игроков позитивными кричалками болельщики, в числе которых были и малыши, и взрослые. На стадионам то и дело раздавалось «Давай, ты сможешь, молодец!» и пестрели яркие плакаты с названиями команд. Но эстафета окончена и ребят ждет самая приятная часть – награждение. А пока жюри подводили результаты, для всех Северским центром творчества была организована яркая концертная программа. Музыкальные и танцевальные выступления, акробатические номера вызвали настоящую восторг у всех присутствующих на мероприятии. Вот и пришло время церемонии награждения. Интересно было наблюдать, с каким волнением и старанием ребята принимали участие в каждом виде соревнований. Все команды показали ловкость и быстроту. Но всегда побеждает сильнейший. Первое – почетное место завоевали ребята команды из детского сада номер 42. Второе заслуженно присудили команде Северского центра развития ребенка. А третье место заняли ребята из Ильского центра развития ребенка номер 15. Команды наградили почетными грамотами и медалями, а всех участников спартакиады – поощрительными призами. Все участники отлично провели время, зарядились положительными эмоциями. Мы думаем, что на следующий год обязательно мы эту традицию продолжим. Счастью нет предела. Ребята, не занявшие первое место, совсем не расстроились. Ведь главное – они приняли участие в веселом и запоминающемся мероприятии. Очень нужно, очень заботить детей. Это вообще спортивный настрой у них. Их не все навыки они показывают здесь. Дети вообще дошкольного возраста, им главное – участие. Естественно, они очень рады, когда получают медальки, какие-то призы. Сплачивает, дает настрой оптимистический. Ну и силы, и радость. Дружная атмосфера, улыбки участников и болельщиков, поддержка взрослых – это залог спортивных достижений. Такие встречи воспитывают в детях чувство товарищества, сопереживания, коллективизма и, конечно, дружбы. Ведь ребята еще не раз встретятся на спортивных площадках. Десятки бейсджамперов из разных стран приняли участие в ежегодном фестивале в Сочи. Они спрыгнули с моста, расположенного на высоте 207 метров над землей, и насладились захватывающими видами. Вы знаете, здесь такой комплекс всего и причин, потому что это и прекрасная компания, и очень красивые виды. И когда ты поднимаешься на гору несколько часов, и потом с нее прыгаешь, то есть в целом, в совокупности, это невероятное ощущение, которое я пока не ощущала нигде, ни в каком другом спорте. Некоторые для прыжка воспользовались канатной дорогой, натянутой между двумя горами. Интересный аттракцион. Здесь есть диплайн, это трос, по которому едет ролик, и на нем можно висеть, держаться в какой-то момент, отпустить руки и с него прыгнуть на скорости. Очень интересно. Такого почти нигде вообще нет. Нигде можно бейс такой конструкции прыгнуть, только здесь. Иностранные экстремалы говорят, что это место не только красивое, но и безопасное для прыжков. 200 метров дают нам поле для деятельности. Это длинное падение. Можно открыть парашют и безопасно приземлиться. Для меня это отличное путешествие. Фестиваль бейсджампинга проходит в Сочи уже четвёртый год подряд. Бейсджампинг – экстремальный вид прыжков с фиксированных объектов. В настоящее время его считают самым опасным видом прыжков с парашютом. Фестиваль бейсджампинг – экстремальный вид прыжков. Субтитры подогнал «Симон»